Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Документ подписал Владимир Путин. Раиль Шайдулин родился в 1976 году в городе Буинск, Республике Татарстан, окончил Казанский госуниверситет. С 1998 года работал в прокуратуре Татарстана, с 2004 занимал различные должности в судебной системе республики. В 2019 Раиль Шайдулин был назначен судьей 6-го кассационного суда в Самаре и занимал эту должность до назначения в Башкортостан. Напомню, прошлый председатель Верховного суда Республики Зимфира Латыпова скончалась в 2021 году от последствий коронавируса. После этого обязанности руководителя исполнял ее заместитель Иван Семенов. Количество проверок бизнеса в Башкортостане в прошлом году сократилось в 2,5 раза. В 2022 году контрольно-надзорные органы досконально изучили работу 6 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, в 2021 – более 14 тысяч. Об этом во время бизнес-завтрака Ассоциации юристов России сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Он отметил, что в регионе проверки остались лишь в тех сферах, где граждане могут получить травмы, например, на особом контроле аттракционы. В остальных сферах бизнеса их следует максимально сокращать. Есть тысячи излишних требований, которые просто мешают предпринимателю. И если любой проверяющий приходит, например, в ресторан, то он может на абсолютно законных основаниях создать проблему. Сказать, сковородка не та, ты яичницу жаришь не в той сковородке. И, по сути, в некотором смысле парализовать деятельность. Ну, будешь на короткий период или какие-то другие меры воздействия предпринять. А зачем? А зачем? Мир изменился, ситуация уже совершенно другая. Многое уже удалось сделать, но работа еще предстоит. Андрей Назаров отметил, что правительство республики стремится к либерализации экономического законодательства. Работу проводят по трем направлениям. Сокращение времени выдачи разрешения на ведение бизнеса до 60 дней, минимизация проверок и смягчение уголовной ответственности. Участники бизнеса «Завтрака» также выступили с инициативой изменить критерии дохода для малого и среднего бизнеса. Последний раз их меняли в 2016 году. Для микропредприятий предложили повысить планку со 120 до 200 миллионов рублей, для малых компаний с 800 миллионов до 1 миллиарда, для средних с 2 до 2,5 миллиардов рублей. По словам юристов, это позволит большему числу компаний претендовать на господдержку. За сутки в Башкортостане произошло 37 пожаров. Из них 21 – это горение травы и мусора. Все они потушены. Также возник один лесной пожар в Белорецком районе близ села Кагарманово. Он уже локализован, угрозы для людей нет, сообщил представитель регионального управления МЧС России Петр Ильин. По его словам, количество пожаров в регионе стало в разы меньше, чем в жаркие дни апреля, но риски остаются высокими. Поэтому ситуация остается на ежесуточном контроле. Вовремя обнаружить пожар помогает, в частности, система мониторинга «Лесохранитель». В республике установлено 14 комплексов. Обзор каждого у нас составляет 35 километров, а это порядка 200 тысяч гектар. Радиус вращения камеры каждые 360 градусов. Такие камеры установлены в тех районах, где высокий риск возникновения лесных пожаров. Также для мониторинга используются беспилотники. В условиях запрета на полеты такой техники спецслужбы могут их применять по особому разрешению. Дефицит бюджета Башкортостана на этот год увеличится на 2,5 миллиарда рублей до 20 миллиардов. Скорректированные данные приведены в проекте закона о поправках в бюджет, который подготовил региональный Минфин. Так, доходы региональной казны увеличатся почти на 19 миллиардов до 286 миллиардов рублей. Расходы тоже вырастут на 21 миллиард до 306,5 миллиардов. Дефицит казны в этом году вырастет в частности из-за увеличения на 400 миллионов объема использования остатков средств бюджета, а также привлечения дополнительных банковских кредитов на 1,7 миллиарда. Поправки в бюджет обусловлены увеличением плана налоговых и неналоговых доходов на 17 миллиардов, ростом безвозмездных поступлений из федеральной казны на 1,6 миллиарда. Власти республики увеличат финансирование республиканской адресной инвест-программы на 2 миллиарда рублей, дорожного фонда почти на 5 миллиардов. На 8,5 миллиардов рублей вырастут ассигнования на приоритетные и социально значимые направления, в том числе на поддержку участников СВО и их семей выделят почти 2,5 миллиарда. 1,5 миллиарда направят на оказание помощи местным бюджетам свыше 1 миллиарда на благоустройство территорий школ и укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения. В Уфе начались работы по восстановлению усадьбы Бухартовских, расположенной на улице Аксакова. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника башкультнаследия Салават Кулбахтин на совещании в ЦУРИ. Памятник культурного наследия в прошлом году несколько раз выставляли на торги и лишь с третьей попытки удалось найти старинному зданию нового хозяина. В условиях сделки прописано, как именно должна быть отреставрирована усадьба. Ради Хабиров поручил коллегам оказать всестороннее содействие предпринимателю в начатых работах. Глава республики также поделился планами по восстановлению входной группы сада Аксакова в рамках проекта «Благоустройство». Ну, красиво, конечно. Надо сохранить. Но все стойки пошли, как говорится. И вот это вот сюда детей нельзя пускать. Крен большой. Так? Да, порядка, 15-20 сантиметров. Да, это все может в любой момент упасть. Это может быть. Это надо сносить. Но сносить и восстанавливать один в один из натурального камня. Вот нам внимательно надо смотреть вот такие вещи. То, что можно, сохранить и так далее. То, что нельзя, давайте принимать решения. Чтобы они не стояли, не гнили и так далее. Тут надо волю проявлять. Но самое главное, людям объяснять. По данным Башкультнаследия, в республике более 5800 объектов культурного наследия. По этому показателю Башкортостан находится на третьем месте в Привожском федеральном округе и на десятом стране. Больше всего их сконцентрировано в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, а также в шести районах. В том числе Баймакском, Белебеевском, Белорецком. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.